Народ, всем здрасте! У нас сегодня одна из лучших альтернатив 180-ки Patriot GS142 Вчера я все-таки поменял 180-ку на данный аппарат и сейчас вам расскажу какие плюсы и минусы есть перед 180-кой потому что таких у меня уже было две правда одна называлась Shooter B40 а эта называется Patriot GS142 вот такой вот бешеный аппарат далеко в теории это обычная бензопила китайская на 40 кубиков они же называются 38-37 кубовыми у них также есть поршневые как и на 45-52 кубовых с увеличенным объемом и стандартные здесь увеличенный, написано в документах 41 кубик но это довольно таки доработанная машинка по сравнению с обычными китайцами и сейчас я вам расскажу чем они отличаются мне кажется то что она очень сильно напоминает бензопилу Echo кроме того что она оранжевая у нее есть какие-то формы которые похожи на эту бензопилу но в мире не так много цветов и форм поэтому возможно это просто совпадение не будем на этом останавливаться зацикливаться какая разница еще в 2011 году у меня появился Хьютор БС-40 это такая же по сути бензопила есть отличия про которые я вам позже расскажу но я успел с ней близко познакомиться поработать поломать отремонтировать продать купить еще одну такую же бензопилу только уже под названием Сэнда отработать на дровах три месяца после этого раз и так 10 снять ей поршневую поставить обратно потому что она почему-то ломалась одним словом я собаку съел на этих бензопилах именно вот таких бензопилах поэтому сейчас я вам расскажу то что я знаю возможно я и не прав может меня кто-то поправит но надеюсь кому-нибудь пригодится информация которая мне досталась в бою с такими китайцами ну и дровами в теории это бензопила такого среднего класса среднего между обычными 52 кубовыми китайцами которые весят в районе 7 килограмм и вот такими вот одноручками которые весят в районе 2,5 2,5 3 килограмма в теории эта бензопила должна быть легкая от 4 до 5 килограммов только с этой бензопилой почему-то это совсем не про канала она весит немало и по ощущениям килограммов и так 6 внутри я когда первый раз ее взял в руки подумал то что обычного китайца запихнули в эту бензопилу поэтому она столько весит но нифига не знаю за счет чего может быть за счет литья картера может за счет литья пластиковых деталей но она весит много для меня это не есть гуд потому что я ее брал как раз таки как промежуточный класс пилить тонкомеры там по 20 сантиметров где тяжело махать большой бензопилой а маленькая уже не вывозит вот там на заднем плане есть тонкомеры вот как раз их пилить я и собирался этой бензопилой не знаю как это будет получаться но пока что я немножко разочарован весом куда-то откуда-то появился один лишний килограмм надеюсь он не зазря там находится пол самой бензопиле я не знаю или инженера или маркетологи сильно постарались но она внушает доверие все пластиковые части сделаны очень очень крепко пластик толстый ярко покрашен литье все проработано довольно эргономично сделано и вот как раз таки эти старания по изменению внешнего вида доработки стартера воздушного фильтра баков здесь кстати необычные довольно баки обычно они находятся в ручке вот эта ручка цель налетая там должно быть два бака здесь же два бака вставляются во внутрь ручки я еще не разбирал я не знаю как они там именно вставляются вот видно сбоку есть мерные окошки в которых можно увидеть количество топлива тут написано 1 1 2 то есть половина и 0 то есть понять сколько топлива осталось это конечно офигительно удобно только если поломается эта бензопила то нужно будет где-то искать другие на нее запчасти или целиком менять эту ручку или заказывать у официалов баки а по поводу официалов перед тем как приобретать эту бензопилу начал я звонить официалам то есть официальным сервисом с вопросом что делать если у меня поломается стартер к сожалению на этих бензопилах стартера имеют свойство ломаться если китае еще куда не шло держится там 52 кубовых то на этих у меня стартера рассыпались и на одной и на другой бензопиле здесь же стартера не доработали поставили большего размера вот этот шкив и говорят то что в принципе он будет надежным насколько это верно я не знаю ладно если там сломается пружинка ее еще можно поменять если конечно подберешь под этот размер но если поломается где-то литье пластика или крепление этого шкива к пластику то в таком случае придется его менять целиком но здесь есть небольшая особенность как вы видите он заходит аж сюда обычно этот стартер обрывается где-то здесь и у него совершенно другое литье здесь же вчера я был в этом Leroy Merlin он не X-Service есть своя фирма свой товарный бренд на нем вообще стартер шел с таким вот литьем что он здесь вот такими вот ребрами входил в корпус вот если этот стартер поломается от другой бензопилы не факт то что вы сможете подобрать вообще не факт либо придется что-то колхозить но это уже не есть хорошо поэтому я позвонил официалам дозвонился я немногим дозвонился в три сервиса в одном сказали не у нас таких не будет запчастей во второй попросили прислать фотографию сказали после карантина может быть что-то подберут в третьем сказали то что подберут обязательно после карантина и в одном из официальных сервисов сказали то что патриот очень такая компания которая плохо взаимодействует с сервисами в отличие от того же чемпиона где ты приходишь говоришь модель тебе показывают деталировку ты можешь по этой деталировке спокойно выбрать любую запчасть на бензопилу здесь же такая система еще не существует поэтому патриот если вы меня видите ребят ну давайте как то если уже делаете специфичные вещи хотя бы запчасти к ним поставлять без проблем как то нужно наладить работу сервисов думаю это не так сложно наверное многие скажут нафиг ты начинаешь обзор с ремонтов и всего остального большинство начинают показывать ключики которые в комплекте мерные емкости давайте я вам тоже покажу что там идет в комплекте в комплекте идут такие вот офигительные перчатки они кожаные и они мне были нужны там есть видео на канале где мы занимаемся работами с хвойниками и когда хвойники вычищаешь иголки протыкают руки вот такие перчатки мне были нужны плотные отдельно они там стоят от 500 до 1000 рублей а здесь они уже шли в комплекте еще шли очки ну типа зашибись в штиле такого нет в штиле вы такого не увидите а в китае увидите а теперь по поводу того почему я начинаю с поломок бензопилы китайские как бы это плохо не звучало живут редко дольше двух лет после двух лет у них начинают высыхать все резинки трубочки сальники карбюраторы мембранки и это нужно делать все ремонтировать на эту бензопилу есть два года гарантии причем реально два года гарантии только там список на целую страницу из того что не обслуживается по гарантии не ремонтируется по гарантии кроме стартера стартера выключателей пильной гарнитуры пильного полотна все резино технические изделия так и написано сальники трубки они не идут по гарантии поэтому если у вас пробьет сальники то их не будут ремонтировать потому что они имеют право не ремонтировать по гарантии приобретая данный товар вы соглашаетесь с тем что гарантия в нем идет только на то что у вас лопнет коленвал и то могут предъявить за то что вы чрезмерной нагрузки как там написано подвергали инструмент чрезмерным нагрузкам либо если стопорное кольцо вылетит остальное это уже на вашей совести поэтому покупаю такую технику если она сразу не завелась вот сразу прям течение трех дней вы можете принести вам там ее поменяют ремонтируют но если она перестала работать то фиг вам ее кто сделает с этим смиритесь сразу заведите если она завелась и работает знаете она будет работать но через пару лет нужно будет производить обслуживание возможно теоретически она и дольше продержится может три и четыре и пять лет но не более штиль конечно в этом случае спокойно выживает и десять лет без обслуживания ремонтов а потом начинают уже делать мозги и требовать к себе такого внимания которое не требуется это бензопиле поэтому когда я покупаю такую технику и знаю то что либо я через пару лет продам и куплю новую либо произведут его как я делал калибру тоже есть на канале и буду дальше еще с ним пару лет жить поэтому я сразу же думаю где на него достать запчасти это логично вы когда машина покупаете какая бы она новая не было все равно вы озадачиваетесь если на нее запчасти будут ли они вообще точно так же с это бензопилой а у нее есть нюансы которых нет других бензопилах аналогично снова вернемся комплектации почему я взял именно патриота бензопила стоила 5700 рублей в леруа мерлен 5700 на все инструменты она стоила восемь с половиной или 8600 рублей можно найти там в районе 6000 нужно просто активно пользоваться интернетом и искать это бензопила идет в комплекте с шиной оригон причем не просто шиной которые сейчас продаются там по 700 800 рублей а шиной на четырех заклепках тема не раз поднималась то что на одной заклепке любят разваливаться шина вот на 4 есть какое-то доверие есть надежда на то что это бензопила будет с этой шиной жить очень долго и идет цепь спидкэт оригон спидкэт эта цепь была разработана несколько лет представлена назад и отличаются тем что у нее высокая скорость реза ее даже ставят на старшей модели бензопил она типа работает на 30 процентов быстрее чем обычные цепи но все это благодаря тому что у нее 1.3 ширина паза в отличие от 1.5 и 1.6 при этом здесь идет стандартный получизель с двумя ограничителями заглубления которые гарантируют мягкий рез и малую отдачу звенья не так сильно будут прыгать пропиле это довольно таки хорошая цепь для любителей для садоводов для новичков потому что у нее не такая большая вибрация идет она не так сильно прыгает и получизель такой полу закругленный зуб он даже когда тупой он все равно пилит в отличие от чизеля который для профессионалов и который если хоть чуть где-то поймал какой-то обработке абразивчик он начинает сразу же гнать мелкую стружку и его нужно обязательно точить этой же бензопилой этой цепью можно будет пилить даже когда она немножко сядет от заточки до заточки если вы не работаете с напильником здесь уходит больше времени поэтому эта шина эта цепь очень оптимальна для данной бензопилы есть надежда то что эта шина переварит 3-4 цепи я очень сильно надеюсь то что эта бензопила выходит больше чем одну шину но поверьте мне для того чтобы этой бензопилой вшатать 4 цепи в ноль сточить если работать правильно там подводить и на одну цепь хотя бы кубов 40 60 леса будет приходиться то это бензопилой нужно отработать очень много если работать этой пилой аккуратно то я думаю она отходит несколько таких шин но знаете даже стиль 180 не всегда перехаживает родную шину это большая редкость поэтому такие бензопилы приобретаются сразу шины которая ну как бы это плохо не звучало идут с ней зачастую до конца жизни еще такой нюанс который для меня является плюсом а для многих минусом здесь стоит цепь 325 1.5 эта цепь которая уже идет на более мощных моделях по типу 52 кубовый бензопил 325 1.5 и все это дело здесь агрегатируется на звезде ведущей со съемным венцом обычно здесь идет цельная звездочка которая идет на 1.3 3.8 и отдельно такую звездочку найти на 325 1.5 будет очень тяжело венец может быть а вот звездочку это будет очень большая проблема поэтому сразу лучше этим озадачиться конечно этот венец примерно будет жить столько же сколько живет эта шина но на будущее все таки лучше озадачиться цепь кстати довольно таки нестандартная на 66 звеньев обычно идет на 40 сантиметров шина такая же как здесь идет под 64 звена здесь их 66 тоже не везде есть продаж допустим каких-то селах вы такую цепь не найдете ее только под заказ либо у каких-то официальных дилеров крупных где есть бухты где вам могут ее наклепать склепать уже начали говорить об этом об этой части бензопилы здесь крышка тормоза тоже имеет специфичное литье но думаю другой бензопилы сюда тоже спокойно станет другая крышка тормоза и здесь есть боковой натяжитель цепи офигительно удобная штука раньше их не было вот сейчас есть я не знаю насколько он живучий если именно на него запчасти вроде бы на чемпионе у меня кстати чемпион был сто тридцать седьмой или двести тридцать седьмой в общем тоже на тридцать семь кубиков это была худшая моя бензопила но опыт общения есть не имел там был тоже боковой натяжитель и он у меня летел три или четыре раза причем не выремонтировали по гарантии потому что когда я его приносил не выремонтировали платно ли они начали натягивать цепь по моей просьбе они его ломали тут же и из-за этого ремонт сразу же становился бесплатно и здесь есть боковой натяжитель а вот на 180 такого бокового натяжителя нет это офигительно удобно если честно потому что раньше натяжитель цепи был с той стороны и туда нужно было засовывать отвертку в общем руки можно было сломать особенно зимой пока эту цепь натянешь здесь же уже все предельно доступно и просто еще огромным плюсом этой бензопилы по сравнению со штилем 180 является ремонтопригодность для того чтобы заменить поршневую на этой бензопиле требуется 15 минут реально 15 минут ее не нужно все разбирать до винтика здесь все буквально находится под рукой для того чтобы поменять карбюратор при наличии шуруповерта требуется пять минут потому что карбюратор находится не там где-то а он находится прям здесь для того чтобы его открутить нужно всего лишь открутить вот эти вот три винтика не нужно снимать корпус даже на 5 как на 52 кубовых пивах просто отверткой открутил вытащил скинул поставил здесь нет резинового колена карбюратора как на больших пивах здесь она пластиковая она не может сломаться в принципе хотя здесь есть один минус это даже два здесь есть импульс на канал который отвечает за подачу топлива при помощи разрежения давления в поршневой такое маленькое отверстие которое соединяет карбюратор и поршневую двигатель если это отверстие чем-то забьется то будет очень плохо она перестанет работать его нужно будет прочищать там под давлением какой-нибудь типа в дэшки очистителем карбюратора и второй минус то что у этой бензопилы форсунка которая есть карбюраторы не знаю будет видно не видно он она внизу вот там она стоит она внизу и это минус муштелей кстати такая же ситуация если туда попадает мусор то это форсунка забивается забивается просто на ура говорят то что нельзя ни в коем случае чистить проволочками всем остальным мы лично чистили проволочками тонкими медными или стальными тонкими прочищали она работала но вам не рекомендую есть огромнейшая вероятность повредить этот карбюратор так что потом он вообще работать не будет в общем если сюда что-то попадает она летит сразу же форсунку на китайцах 52 кубов форсунка сверху поэтому пока здесь доверху мусора не набьется карбюратор живет здесь все наоборот и карбюратор кстати стоит дороже на эту бензопилу в принципе запчасти стоят дороже чем на 52 кубового китайца и вот для того чтобы на это бензопиле поменять поршневую кроме того что нужно открутить карбюратор на три винтика нужно открутить еще четыре винтика этот 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 и здесь у спереди снимается эта крышка вот она поршневая на поршневую четыре винта снял поставил все готово новая поршневая пошла в бой если конечно вы решите поменять подшипники коленвала здесь это чуть тяжелее делается но я думаю пока до такого дойдет пройдет или очень много лет или вы научитесь ремонтировать в этой бензопиле абсолютно все кстати из таких плюсов которые есть именно в этой бензопиле от хитре допустим их раньше не было не знаю как сейчас здесь находится лента лента из ткани которая крепит вот эту ручку к корпусу как бы эти две части соединяются между собой на демпферах на вот этих вот резинках и раньше была такая проблема особенно когда работали такие бензопилы на тонкомерах на заготовках дров что уже звучит абсурдно когда застревала эта бензопила в бревне в том числе у меня такое было по своей глупости начинаешь выдергивать и это бензопила рвется на две части происходит это потому что один из демпферов здесь выполнен в виде такой пружинки вот эта пружинка не крепится здесь никак ничем кроме как вот это вот не знаю как железочка площадка и когда это все дело болтается вот она болтается это пружинка отсюда выскакивает не то что она куда-то улетает она там крепится на винтик но вот это вот железочка начинает болтаться и это пружинка с этой железочкой зацепление не входит здесь все разбивает и у вас просто получается один из демпферов типа порван это кстати как минус так и плюс это бензопила по сути по большей части на пружинных демпферах здесь находится такая пружинка и она же находится внизу вот к нижнему пружинному демпферу ни разу не было никаких претензий он работал буквально идеально здесь же эта штуковина постоянно вылетала и кучу проблем доставляла поэтому когда вы будете работать это бензопилой нужно так делать чтобы она работала исключительно под своим весом если она застрянет ни в коем случае нельзя дергать за ручки делать нужно так чтобы это бензопила не получала никаких нагрузок на разрыв как допустим с китайцами делают когда они там не пилят их втыкают в полено и начинают как рычаг проворачивать упираться зубами и вот за эту ручку дергают вверх она поднимается вверх бензопила отрывается там демпферы отрываются но она работает демпферы поменять там 15 минут составляет здесь же все немного хуже вообще в принципе это бензопила не рассчитана на заготовку дров и да там можно для частного дома выходить иногда пилить дрова именно в коммерческих целях этой бензопилой на дровах работать нереально нереально потому что у нее не та кубатура у нее не та выносливость и она сделана не под те задачи я ее не покупал под дрова может это какие-то там танкомеры когда никогда я буду пилить этой бензопилой но кубатурить на ней зарабатывать деньги нереально во первых нет у нее той скорости которая есть у крупных бензопил нет того запаса прочности надежности то ресурсности ремонтопригодности поршневая здесь стоит дороже и если я могу отправить на убой какого-то китайца знаю что там поршневая стоит 600 800 рублей и в принципе капиталка бензопилы выходит тысячу здесь же от капиталя бензопилу стоит в районе трех если уж серьезно дойдет до этого поэтому это бензопила покупается для души для таких работ которые проводятся редко в саду я допустим буду с этой бензопилой выезжать к людям для работы в саду обрезать какие-то ветки пилить небольшие деревья возможно она дальше пойдет в работу у сотрудников которые будут работать этой бензопилой и не бояться то что она прилетит им в голову как это бывает с китайским бензопилами потому что она все-таки маломощная и удержать ее не составляет большого труда вспомнился такой фанк об этих бензопилах раньше постоянно у меня были проблемы с тем что здесь особенно на чемпионе было огромнейшее количество опилок просто вот пилишь открываешь вот это вот вот этот отсек где воздушный фильтр он кстати небольшой кстати выглядит получше на чемпионе а здесь просто гора такая пивок не знаю как будет сейчас но здесь уже стоит вот такое уплотнительное колечко есть надежда то что она будет что-то там держать потому что в основном из этих опилок эти бензопилы погибают но как бы не было этот фильтр намного лучше чем на 180 штиле просто намного лучше и нужно за этим следить еще это бензопила не любит работать тупой цепи она просто не работает это бензопилой можно работать только острой цепи если 52 кубовый китаец еще где-то там прощает работу тупой цепью он попыхтит попыхтит да как-то сможет с этим смириться это бензопила не тянет она очень высокооборотистая у нее низкая тяга по сравнению с крупными запилами она создана дубасить на объемах вот о проскочил уже не исправна вот эта крутилочка но она будет работать куда нафиг денется в общем это бензопила создана работать на высоких оборотах у нее в принципе сделан так двигатель что он должен работать на высоких оборотах порядка 12 половиной 13 тысяч у нее четыре канала в цилиндре в отличие от обычных китайцев двухканальных типа есть уже замок замашки под какую-то оптимизацию работы двухтактного двигателя сделано какая-то там система подачи топлива завихрениями как говорят у husqvarna у которой очень похож цилиндр на цилиндр этой бензопилы тех же бюджетных моделей внешне особенно у старых может мне так только показалось не будем придираться к словам но здесь он скажем так на порядок продуманнее чем в 52 кубовых китайцах ну и соответственно требует к себе большего внимания если обычный китаец еще где-то за счет оборотов может переварить нехорошее топливо это бензопила от него себя не очень хорошо чувствует по поводу топлива обычный 92 бензин я лью комплекте есть мерная емкость почему-то патриот считает то что вся техника патриот работает на пропорции 32 до по моему 32 к 1 или 132 в общем более обогащенная маслом рабочая смесь потому что она обычно идет один сорока или один пятидесять у них почему-то 13 стиль и 132 видимо они перестраховываются чтобы люди лили то масло и она погибала от избытка нагара прежде чем погибнет от естественного износа либо недостатка масла я не буду столько ли туда масло сколько они рекомендуют потому что я пятишками обычно разбавляю бензин у меня все бензопилы абсолютно все работают на одном топливе так вот идет мерная емкость в которую я залил бензин вот мерная емкость это не и родная там точно такая же только здесь другие значения указаны масло на котором я всегда работаю и который себя отлично зарекомендовала стоит 200 рублей литр не буду сто раз рассказывать почему именно это масло взял я шприц эти кубовый такой 5 5 кубовых шприцов это 25 грамм 25 граммов на пол-литра это 1 25 рабочая смесь смешал бензин масло сейчас залью бензопилу и на первом старте ли и чистое масло чистое потому что если это бензопила сейчас не заведется повезу и в сервис и там когда откроют масляный бачок скажу что там отработка и откажется его ремонтировать поэтому на первых пусках я лью нормальное трансмиссионное масло здесь кстати не подогревается масло так как подогревается 52 кубовых бензопилах это кстати большой минус потому что зимой нужно жидкое масло лить и еще минус том что масло когда находится в одном отсеке с двигателем как на 52 кубовых пилах там же один картер и маслобак находится в том же отсеке где и двигатель то есть маслобак соединяется тонкой перегородкой из алюминия из этого сплава из которого сделан картер с непосредственно движком это масло как бы не было стужает двигатель здесь же маслобак находится в ручке поэтому двигатель не будет никак охлаждаться за счет масла которое там есть но как масляный радиатор срабатывает может там она и дает несколько процентов может 5 процентов охлаждения никто правда про это не говорит но такая система есть если в двигателе есть масло но как-то но охлаждает этот движок здесь же масло находится отдельно и даже для того чтобы отремонтировать маслопривод подачу масла если у вас там что-то забьется если будет то отработку лить грязную то дофигища чего нужно разобрать в этой бензопиле потому что здесь до двигателя идет целая целая система подачи этого масла маслонасосы кстати на этих бензопилах крайне ненадежные у них отламываются ушки крепления на обычных китайцах у меня таких проблем не было здесь они отламываются несколько раз менял маслонасосы потому что они переставали работать так что есть такая болячка у этих бензопил я не знаю почему они отламываются может быть просто от того что такое качество металла в общем неизвестно зато у этой бензопилы есть ручка отличного качества постоянно на китайцах эта ручка гнется здесь же она может быть именно на это бензопиле во всяком случае на это бензопиле она сделана так что этих сломаешь очень плотная сделана такая пористая структура у нее не будет она вылетать из рук в общем надежно сделано в принципе все элементы управления сделаны эргономично нестандартная это круглая кнопочка обычно они квадратные идут том же хитре была такая прямоугольная точнее кнопочка ее проще найти для ремонта праймер подкачки в принципе стандартных стоит ну заслонка это не ломается заливал масло и понял то что вот эти баки съемные они-то в принципе как на штиле 180 сделаны но это будет прям большая проблема потому что вот эти горловины если ты в нее не попадаешь то все масло течет во внутрь ручки и это все дело будет забиваться опилками прям бешено будет забиваться и такая же фигня из бензина немножко не продумано нужно было какой-то уплотнитель поставить чтобы туда не лилось это масло кто-то сейчас скажет там нужно руки прямые иметь чтобы туда не заливать да кто там за этим следит по-любому проливается у всех она проливается есть там конечно всякие педанты которые там дрожат над выполнением всех норм и требований но когда ты долго это бензопилой работаешь то вообще нифига не до этого кстати один очень важный момент который однажды привел у меня к замене поршневой бензопиле здесь глушитель крепится на трех точках опоры крепления обычно на китайцах он идет на 4 но там глушитель в два раза меньше по размеру есть вот обычно картер идет до этого уровня а здесь глушитель идет на весь перед и если вы упираетесь этими зубьями в бревно есть хорошая вероятность того что вы придетесь и глушителем бревно она не ровно вот допустим здесь вот или здесь вот вы уперлись зубьями а здесь вот такая выемка начинаете вращать и вот эта вот часть упирается глушитель и если у вас будут хоть чуть отпущены эти винты то это глушитель выламывается крепится он к чему правильно к цилиндру и обламываются крепления цилиндра ушки так называемые либо их наваривать аргоном либо ставить новый потому что начинает сечь прокладка и у вас сгорает движок не стали такие злые зубы стоят совсем не характерны для такой бензопилы даже если они оторвутся там еще есть какие-то зубы но я думаю они просто так тут такие большие сделано это для того чтобы не упираться глушителем я бы на самом деле поставил здесь еще одни зубы для того чтобы создать какую-то защиту для глушителя либо какие-то надставки потому что страшно выломать этот глушитель но здесь зато глушитель большой он довольно хорошо гасит звук это очень тихая бензопила на несколько раз тише чем обычные 52 кубовые китайцы сейчас будем в первый раз заводить ее я кстати налил то 25 граммов на пол литра масло но так только первые два бака можно работать рекомендую ставить на какую-то траву или чистую поверхность желательно на траву для того чтобы не повредить корпус во время работы потому что если мы поставим просто на опилке эту бензопилу то она будет хавать эти опилки засасывать стартером так первое что мы делаем вытаскиваем дослонку фигу кстати вытаскивается но вытаскивается видимо еще не переработалась и праймером подкачки прокачиваем топливо топливо прокачали теперь делаем несколько рыбков стартер кстати очень мягкий нажимаем на газ отбили заслонку блин она офигительно отстроена самого начала она хорошо набирает просто идеально набирает завелась она вполне пределах нормы а 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 Она упрёт. Она реально упрёт.